Добрый вечер, уважаемые жители Республики Комия! Буры Дона Коми Му. Начало новой недели, новые взлеты, новые победы и очередная игра нового проекта телеканала Юрган, посвященного 100-летию Республики Комии «Достояние Республики». Пять раз в неделю, с 28 июня по 20 августа в проекте «Достояние Республики» участвуют команды со всех муниципалитетов Республики Коми. Игра проходит в онлайн-формате, и вот ее правила. Каждый муниципалитет выдвигает команду знатоков. Это и есть наши участники. Участникам будет задано 7 вопросов различной тематики об истории и культуре Республики Коми. Номер раунда также говорит о возможном количестве баллов, заработанных в нем. Если ответ на вопрос дан неверно, то, соответственно, баллы не присуждаются. Весь проект проводится в два тура, и победители первого тура играют с победителями второго. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, зарабатывает, выигрывает суперприз и становится победителем проекта «Достояние Республики». Сегодня в прямом эфире для вас ваш покорный слуга Артемий Барсуков и наш аккомпаниатор, создающий всем музыкальное настроение, концертмейстер театра оперы и балета Григорий Кушниров. Ну что ж, мы начинаем очередную игру суперпознавательного проекта «Достояние Республики». И готовы поближе познакомить вас с городом высоких сосен – Сосногорском. В самом центре нашего края, на слиянии двух таежных рек, у отругов Тиманского кряжа пролегла страна Сосногорск. Сосногорский район – молодой, красивый, перспективный муниципалитет в самом сердце республики. За время своего развития он стал общим домом, связавшим людей разных характеров, поколений и национальностей в единое целое. Сколько талантов он взрастил, сколько уникальных проектов воплотил в жизнь, сколько искренних литературных и музыкальных строк посвятили ему наши северные поэты и композиторы. Мы гордимся творческими событиями, славящими Сосногорск на весь регион. Получается, сказочная страна какая-то – Сосногорье. Ну и мы готовы познакомиться с командой из этой сказочной страны – команда Сосногорска. Сосногорска, здравствуйте! Видеооланы Дона Йортья, здравствуйте! Уважаемая команда, вы в эфире. Можете сказать несколько слов? Ага, вот и получилось так, что у нас прямо сейчас будет визитка. Визитка, презентующая команду из Сосногорска. Я, Ольга Игнатова, работаю в Центре комикультуры. Очень люблю петь коми-песни, чему и учу своих воспитанников. Я Зверев Андрей, учитель истории гимназии при главе муниципального района Сосногорска. Я учу своих детей чувство любви и патриотизма по отношению к большой и малой родине. Я верю в то, что наш город и наша республика имеют светлое, прекрасное будущее. Я Иванова Наталья, я библиограф. Одно из направлений моей работы – это краевидение. Краевидение – это не только краезнание, но в первую очередь краелюбие. Пусть мне твердят, что есть края иные, что в мире есть иная красота. А я люблю свои места родные, свои родные, милые места. Я Валерий Хозяинов, краевед. Исследовал историю зарождения и развития почти всех наших деревень и сел. Поэтому с уверенностью могу сказать, что в нашем районе живут замечательные и достойные люди. Я Оксана Чекерда, директор историко-краеведческого музея города Сосногорска. В нашем музее мы бережно храним историю нашей республики и, естественно, нашего муниципального района Сосногорска. Мы готовы с достоинством представить наш район. С нами на связи команда из города Сосногорск. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот она. Артемия, у нас произошла замена. Да. Вместо Ольги Александровны Игнатовой у нас будет Анна Владимировна Карасева. Да, представьте, кем она является. Анна Васильевна. Анна Владимировна. Я пенсионер. И люблю свое село, люблю свою республику. С удовольствием согласилась принять участие в Италии. Спасибо вам за это большое. Я надеюсь, команда от этого станет только крепче. Как ваш боевой дух? Отлично. Отлично? Готовы ли вы начинать? Конечно, готовы. Но прежде мой классический вопрос к каждой команде. Как у вас с погодой? Ну, сегодня немного похолодало, а так. Хорошо? Но лето продолжает нас радовать. Продолжается, да. Ну что ж, я вижу, что команда в сборе. Она уже с нетерпением ждет нашего первого раунда под названием «Традиции и обычаи». Вот из такого конвертика каждый раз, при каждой игре, ведущие достают вопросы. Ведь я даже порвал случайно конверт. Достают вопросы для того, чтобы задавать их нашим командам-участникам. Вопросы подготовлены специалистами, экспертами и являются очень разными, интересными и разных уровней сложности. Итак, первый вопрос на раунд «Традиции и обычаи» может принести команде один балл. Внимание, вопрос. В коме-семьях нельзя было вытирать стол просто рукой, без тряпки. Почему? Вам минута на обсуждение. Пока команда совещается, расскажу вам о Сосногорском районе. Еще в эпоху Каменного века, это 7-11 тысяч лет назад, территория Сосногорского района была заселена первобытными общинами. А в раннее Средневековье, рубеж 1-2 тысячелетия, здесь, в окрестностях села Усть-Ухта, было примитивное городище с земляным валом. Нынешние деревни Сосногорского района основаны в конце 18-го, первой половине 19-го веков. История поселков и города Сосногорска начинается с этапа индустриализации 1930-40-го годов. Но люди здесь живут уже более, на протяженности более 10 тысяч лет. И потомки этих самых людей готовы ответить на вопрос. Буквально три секундочки мы дождемся нашего таймера. Таймер вышел. Я готов повторить вопрос, чтобы вы дали на него ответ. В коме-семьях нельзя было вытирать стол просто рукой, без тряпки. Почему? На вопрос ответит Наталья Николаевна. Здравствуйте. Не будет достатка в семье. Это правильный ответ. Это правильный ответ. С легкостью вы зарабатываете один балл на самый простой вопрос нашей игры. Итак, ну что, рады? Рады, что заработали первый балл. Скажите, пожалуйста, наблюдали вы за играми предыдущих команд? Да, наблюдали. За всеми смотрели? Да. Ну, то есть у вас уже есть какие-то ожидания, вы уже понимаете структуру игры. Слышали вопросы? Были ли вопросы, которые вас подвергли в ужас? Очень сложные. Ну, не в ужас, но немножечко в тупик поставили, но не в ужас. Бывали такие. Ну, на большинство вопросов вы правильно отвечали? Да, да. Прекрасно. Замечательно. Я думаю, что и сегодняшняя игра пройдет с легкостью. И мы готовы перейти ко второму раунду. Замечательные люди. Правильный ответ на поставленный вопрос может принести команде два балла. Он по профессии актер. Мастерство обучался в Москве и Ленинграде. В 1945 году сыграл роль Яго в трагедии Шекспира. Первым в истории коми-театра получил звание народного артиста СССР. Кто это такой? Итак, минута на обсуждение. А пока команда думает над ответом, мы посмотрим поздравительную открытку от жителей Сосногорска. У нас в этом году исполняется столетие республики. Вроде звучит, как очень большой срок. Но, учитывая тысячелетнюю историю России, мы вообще являемся молодыми. Мы перенесли много за эти сто лет. И революцию, и войны, и послевоенную разруху. Очень радостно, что в наше время, наконец, начали оценивать патриотизм. Что, наконец, стали понимать, что нужна доброта. Что нужно поддерживать друг друга в тяжелую минуту. И я очень надеюсь, что в такое время нам очень необходима стабильность, вера в будущее и дальнейшее процветание. А всем жителям республики хочу сказать, чтобы у нас была достойная жизнь в нашей достойной республике. Благодарим Сосногорский район за прекрасные слова, пожелания, поздравления. И время вышло. Я готов воспроизвести вопрос. Команда, внимание. Он по профессии актер. Мастерство обучался в Москве и Ленинграде. В 1945 году сыграл роль Яга в трагедии Шекспира. Первым в истории коми-театра получил звание народного артиста СССР. Кто это такой? Ну, мы предполагаем, что это Аврамов. Так, еще раз. Аврамов. Аврамов. Ну что ж, уважаемая команда из Сосногорска. Это правильный ответ. Иван Аврамов. Народный артист СССР, главный режиссер Государственного театра драмы Коми АССР в Сыктывкаре, поставил свыше 60 спектаклей. Спектаклей. Этот ответ принес вам 2 балла. Вы молодцы. Можете выдохнуть. Можете поделиться друг с другом своими впечатлениями, эмоциями. А у меня следующий вопрос. Я смотрю, ваша команда состоит из интеллектуалов. Скажите, кто-нибудь из вашей команды связан ли каким-то образом с музыкой, с музыкальным творчеством? Все и в школе. Еще раз. И все в школе. Я понял по вашей реакции. Друзья, ну вот наша следующая гостья, человек, который совсем скоро приводит в нашу студию, полноценно связана с музыкой. Потому что третий раунд называется «Нотная грамота». В гостях заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Коми. И еще много-много званий. Альфия Каратаева. Давайте поприветствуем ее дружно, аплодисментами. Вся Республика узнает любимую артистку. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, город Сосногорск. Добрый вечер, команда города Сосногорска. Я хочу прежде поздравить всех жителей Республики с этим замечательным праздником, который мы все так долго ждали. Столетие нашей любимой Республики. А сейчас песня. С удовольствием. С удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здорово, здорово. Ну, перейдем к вопросу. А теперь вопрос. Кто написал музыку к этой замечательной песне? Вот это вопрос. Вижу по глазам нашей команды. Он может поставить вас в тупик. Но минута на ответ вам дается, на рассуждения. Альфея Саидноровна, прекрасное настроение у вас, я вижу. Скажите, как проводите летние каникулы, летнее время? Я только что приехала с отпуска. Было путешествие. Сыктывкар, Москва, Казань, Москва, Петербург, Москва, Сыктывкар. 5 июля я была в Лойме, проводила творческий вечер, вечер памяти поэта Алексея Ивлева. Поэтому, пока я путешествовала, у меня много возникло проектов. Много идей, много программ. Казань не оставила меня без идеи. Петербург, это сам Бог велел. И еще много-много-много концертов ожидают жители столицы и республики в новом театральном концертном сезоне. Прекрасно. Хотел задать вопрос, но, к сожалению, время заканчивается. Наша команда должна уже дать свой вариант ответа. Повторите вопрос. Композитор, который написал эту замечательную песню. Итак, уважаемые сосногорцы. В переводе, это с ком языка, песня называется «Колдунья». И написал ее мужчина. К сожалению, к сожалению, нет. Эта музыка написана замечательным композитором республики Коми Марком Новоселовым. Песни, которые известны не только у нас в республике, но и за пределами республики, и за пределами даже России. Он много замечательных и веселых и лирических песен написал. Спасибо вам за ваш вопрос, за ваше творчество. Продолжайте нас радовать. Мы с удовольствием будем вас радовать. Пожелать всем жителям республики счастья, здоровья, любви. И чтобы наша республика с каждым годом процветала все больше и больше. С праздником всех! Спасибо. Друзья, Альфия Каратаева, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка республики Коми. Просто с великолепным настроением, очень летним, цветочным. Но, к сожалению, ее вопрос не принес нашей команде три балла, которые бы они могли заработать. Ну что, господа, огорчились не уж-то? Не слышу. Немножечко, немножечко. Немножечко. Ну, ничего страшного, ведь впереди у нас еще много вопросов, которые, соответственно, могут принести вам достойное количество баллов. Теперь мы будем знать немножечко больше о музыке республики Коми. Итак, продолжаем дальше. Четвертый раунд под названием «Вкусный вопрос». Я надеюсь, что с кухней республики Коми у вас немножечко получше, чем с музыкой. Любите кушать? Все любят. Все любят. Скажите, пожалуйста, может быть, есть какое-нибудь уникальное блюдо, которое может похвастаться Сосногорск? Например, шишки. Шанька. Шанька. Традиционное блюдо. Хорошо. Самая большая шанька в республике Коми, представленная на фестивале Сосногория. Сколько она размером? Можете подсказать? Три метра. Три метра! Сколько людей можно накормить такой шанькой? Я даже не представляю. Человеку точно. Замечательно. Будете ли вы к столетию республики Коми готовить нам шаньгу еще больших размеров? Ну, посмотрим по ситуации. Посмотрим по ситуации. Хорошо, я понял. Вижу, что вы готовы услышать вопрос на 4 балла. В лексике Коми языка для обозначения состоятельного человека пользуется выражением няня-сола-морт. Выражение выступает также и обобщенным названием угощение. Какое словосочетание, каким словосочетанием можно перевести выражение? Итак, минута на обсуждение. И еще несколько интересных фактов о Сосногорске. Слово «центр» в отношении Сосногорска можно употреблять неоднократно. Географический центр Коми. Центр крупнейшего региона российских железных дорог. Один из центров швейного производства и нефтегазовой промышленности с единственным на Европейском Севере газоперерабатывающим заводом. А Сосногорская ТЭЦ является одним из базовых центров в Объединенной энергосистеме Республики Коми. Ну и, конечно же, центр муниципального образования с площадью почти что в 17 тысяч километров. Для сравнения, территория острова Кипр в два раза меньше. Вот такой большой центральный сосногорский район в центре сегодняшнего внимания и команда, готовая дать ответ. Итак, вопрос. В лексике Коми языка для обозначения состоятельного человека пользуется выражением «няня Соломорт». Также похожее выражение выступает обобщенным названием «угощений». Каким словосочетанием можно перевести это выражение на русский язык? Так, мы считаем «хлебосольный человек». Выражение «няня Соломорт» переводится как «хлебосольный человек». А выражение, которым можно назвать все угощения, которые он приветствует на русский язык. Хлебосоль. Хлебосоль. Все правильно. Все правильно. Правильный ответ, который принес вам 4 балла. Поздравляю команду сосногорского района. И мы готовы прямо сейчас посмотреть промежуточную таблицу итогов. Итак, 7 баллов за первый, за второй и за четвертый раунд. 7 баллов – это хороший результат для начала игры. Впереди у нас вопросы на 5, 6 и 7 баллов. Следующий тур, он будет рассказывать нам об истории. Скажите, как у вас с историей Республики Коми? Есть ли спецы и профессионалы-эксперты в этом вопросе в вашей команде, которые следуют в истории? Да, конечно. В вашей команде есть и историки, и переды. Я надеюсь, что этот вопрос не составит для вас никакой сложности. Пятый раунд – фрагменты истории. Итак, вопрос пятого раунда, который может принести 5 баллов команде. Вопрос звучит следующим образом. Казалось бы, Коми АССР во время Великой Отечественной войны находилась в глубоком тылу. Но летом 1943 года здесь велись военные действия. Однако операция Абвера по заброске диверсантов, известная сейчас как Печорский десант, провалилась. Десант состоял из взятых в плен советских солдат, и они сразу после приземления сдались местным органам НКВД. Вопрос – какова была задача Печорского десанта? И минута на рассуждение. Она уже пошла. Занимательный факт. Занимательный факт о Сосногорске. Маленький Сосногорск обошел все города республики, включая город Сыктывкар, столицу, по количеству необычных скульптурных форм. Кузнец Михаил Сосин воплотил в металле символ Сосногорского района, изображенный на его гербе. Такующий глухарь. Оперение птицы состоит, только представьте себе, из 5200 стальных перьев. Самая маленькая из них длиной полтора сантиметра. А самая большая – метр и 35 сантиметров. Только представьте. На скульптуру ушло около трех тонн стали. И таких скульптурных форм в Сосногорске немалое количество. Вот такие мастера живут в республике Коми и украшают ее своим творчеством. Итак, время вышло. Я готов воспроизвести вопрос. Я думаю, что наличие историков, краеведов вам, безусловно, помогло в ответе. Казалось бы, Коми АССР во время Великой Отечественной находилась в глубоком тылу. Но летом 43-го года здесь велись военные действия. Однако операция Абвера по заброске диверсантов, известная сейчас как Печорский десант, провалилась. Десант состоял из взятых в плен советских солдат. Они сразу после приземления сдались местным органам НКВД. А какова была задача того самого Печорского десанта? Ваш ответ. Слово предоставляю Андрею Александровичу. Андрей Александрович? Мы считаем, что задача основная была взорвать железнодорожный мост через реку Печору, по которому шел уголь с Воркуты, в центр страны. Ну и попутно, поскольку немцы знали о том, что здесь располагается большое количество лагерей, попытаться поднять восстание среди заключенных. Итак, я принимаю ваш ответ, и он абсолютно правильный. Правильный и развернутый. Молодцы, команда зарабатывает целых 5 баллов благодаря вопросу раунда фрагмента истории. Срыв перевозок по северной железнодорожной магистрали и организация восстаний в лагерях ГУЛАГ. Печорский десант стал единственным случаем, когда немцы дошли до Урала, оказались за тысячу километров от линии фронта. Наша команда отлично справилась с этим вопросом. И мы с большим удовольствием готовы прямо сейчас посмотреть промежуточную таблицу итогов. Прошу прощения, продолжаем мы музыкальным поздравлением от жителей Сосногорского района. КОНЕЦ 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 На ваших экранах проект «Достояние республики». Сегодня мы играем с командой Сосногорска. И хочу задать вам вопрос. Знаю, что в Сосногорске есть замечательные традиционные народные праздники, гуляния. Расскажите о каком-нибудь вашем любимом, которым вы больше всего гордитесь. Расскажите о каком-нибудь фестивале поподробнее. Может быть, что-то готовится к столетию республики, что-то необычное, интересное? Расскажите о каком-нибудь фестивале. Фестиваль национальности. Что вам ближе по духу? Ну, мне, конечно же, ближе рок-фестиваль в Сосногорье. Как бы так интересно, молодежно. А ваши сокомандники что скажут на этот счет? Ну, я не знаю так, Анна Владимировна, пожалуйста. Я тоже очень люблю фестиваль в Сосногорье, потому что у нас приезжает много гостей. Довольно интересная программа. И УХА, и самая большая Шаньга в республике. КОНЕЦ Спортивные соревнования. Можно поваляться на сене. Ну, все что угодно. Народов у тебя очень много. И, наверное, самым брендом читается у нас цветной висячий мост через речь Ух-Ух-Ух. И по нему можно пройти во время фестиваля. Очень красиво, торжественно и избываемо. Красота. И еще у нас там и дерево желаний, и с заключения праздника проходит костер Ух-Ух-Ух-Ух-Ух. Очень замечательный фестиваль. Поэтому мы приглашаем наших жителей в публике. Судить и новостями. Здорово. Спасибо большое за приглашение. Ну, после такой рекламной кампании обязательно необходимо посетить фестивали Сосногорска. Я неспроста задал этот вопрос, потому что следующий раунд называется «Народные праздники». Итак, вопрос этого раунда будет связан с моим родным районом. С районом, где я вырос, где я начал свою творческую деятельность. Мой любимый район – Сыктывдинский. В этом Сыктывдинском районе есть брендовый фестиваль, который уже стал брендом не только нашего Сыктывдинского района, но и Республики Коми в целом. Впервые… Вопрос звучит так. В каком году впервые в Сыктывдинском районе Коми прошел песенный фестиваль «Заваленка»? В каком году? Итак, минута на обсуждение. Пока игроки думают, мы примем еще одно поздравление от Сосногорска. Этот праздник объединяет всех жителей Республики Коми. Всех, кто вложил частичку своей души в развитие нашей северной, такой красивой, любимой всеми нами Коми Республики. Северяне – это сильные духом люди. Это люди, которые в суровых условиях севера трудятся на благо нашей Республики. От всей души желаю счастья, здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, во благо процветания земли Коми. С юбилеем Республика! С юбилеем Республика Коми наши земляки со всех уголков не перестают поздравлять Республику Коми. С вековым юбилеем летят видеооткрытки, видеопоздравления. И мы с большим удовольствием принимаем эти поздравления. Итак, время подходит к концу. Команда очень бурно обсуждала вариант ответа. Итак, вопрос повторно для вас. В каком году впервые в Сыктывдинском районе Республики Коми прошел песенный фестиваль «Заваленка»? Слушаем. Ну, мы считаем, что первый фестиваль «Заваленка» прошел в 2004 году в Ильгарте. Первый фестиваль исполнителей народной песни «Заваленка» прошел в райцентре Сыктывдинского района, в селе Вильгард, в районном Доме культуры в конце 2004 года. Правильный ответ, который приносит вам 6 баллов! Господа, я поздравляю вас и очень поражен и восхищаюсь вашими знаниями. Ныне «Заваленка» один из брендов не только Сыктывдинского района, но и всей Коми. Праздник, по сути, вышел даже на международный уровень, потому что на нем гостили исполнители из Финляндии, Польши, Болгарии, Белоруссии. Длится он обычно три дня. В пятницу конкурсные прослушивания творческих коллективов из Республики Коми и других регионов России. В субботу театрализованное представление и гала-концерт участников с награждением победителей. А в воскресенье проходят «Малые заваленки» в разных селах района. В субботу проходят народные гуляния на главной улице села с городом мастеров, где представлены изделия народных художественных промыслов, силовые многоборья, поединки реконструкторов, детские забавы, прочие интерактивные площадки и праздничная торговля. Гуляет тут и старый млад воистину народного праздника. Спасибо вам за правильный ответ. Вы ублажили вашего ведущего. Правильный ответ о моем любимом районе. Молодцы, я вас поздравляю. Итак, мы движемся дальше. Мы движемся дальше. И вот уже сейчас, после шестого раунда, мы готовы показать вам промежуточную таблицу. Итак, кроме третьего раунда, на все остальные вопросы были даны правильные ответы. Итого 18 баллов. Это хороший результат. Если вы ответите на вопрос последнего раунда, вы заработаете 7 баллов. И можете вырваться в лидеры. Итак, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к гостям? И кого ждете в гости сейчас? Гостей мы очень любим, а кого ждем, я не знаю, не могу даже предположить. А я вам расскажу. Знатока, наверное, какого-то. Безусловно, знатока, потому что раунд называется «Вопрос знатока». И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Елена Николаевна Поле. Давайте поприветствуем ученого в нашей студии. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Артемий. Здравствуйте, уважаемая команда. Дорогие жители Республики Коми, очень радостно принимать участие на таком прекрасном проекте, который придумал и подарил нам телеканал Юрган. Это нас действительно объединяет. Мы много узнаем, познаем. И самое главное, мы знакомимся и видим, какие у нас интеллектуальные люди во всех районах и городах Республики. Очень приятно. Спасибо вам за вашу такую задумку. Спасибо вам. Подписываюсь под каждым словом. Прямо в точку. Спасибо, что вы участвуете в нашем проекте и приходите со своими интересными, сложными порой вопросами. Самое главное, чтобы проверить наших знатоков. Ну, я думаю, что мой вопрос не будет сложным, поскольку в составе команды много историков, краеведов. А вообще сто лет – это, конечно, время, когда мы делаем какие-то выводы, итоги из нашей истории. И можно вспомнить и приятные вещи. Например, то, что были времена, когда из нашей республики люди не уезжали, а приезжали к нам в республику жить, трудиться. И, конечно, возникала проблема обеспечить людей жильем. Вот просто небольшая цифра. С 1926 по 1959 год численность республики Коми возросла почти в четыре раза. И своего пика она достигла 1989 году, когда в нашей республике проживал 1 миллион 261 тысяча жителей. И, конечно, людям надо было где-то жить. И была правительством, да, придумана прекрасная перспектива, как обеспечить людей жильем. И в республике был построен второй в Советском Союзе и первой республике Коми завод крупнопанельного домостроения. И мой вопрос, уважаемые участники команды, в каком городе впервые в республике был построен завод крупнопанельного домостроения? Итак, вопрос услышан нашими знатоками. Минута пошла. Благодарим нашего эксперта за вопрос. Очень интересную тему вы затронули. Республика Коми – это очень гостеприимная республика, которая вобрала в себе не только коми-национальность, но и со всего Советского Союза сюда ехали. Да, люди приезжали от набора на коммунистические стройки, и был такой душевный трудовой подъем, и много строилось, созидали. Много семей возникало, да, межнационального в том числе характера. И после этого продолжились поколения именно вот таких смежных семей. Например, моя семья наполовину белорусская, наполовину Коми. А вот у вас фамилия откуда? Да, моя фамилия не Коми, но самая коренная Коми. Чернита Коми. Корни семьи, с которой была связана моя жизнь, часть моей жизни, связаны с периодом спецпереселения. К сожалению, было время в истории, в столетние нашей республики, и время, когда люди пребывали сюда не по своей воле. Но, тем не менее, многие здесь остались жить и привнесли свое во имя республики. Итак, еще раз мы готовы повторить вопрос для наших команд. Уважаемые коллеги, вопрос. В каком городе республики Коми был построен первый завод крупнопанельного домостроения? Кто ответит на этот вопрос? На вопрос ответит Андрей Александрович. Андрей Александрович замечательный темп, что уже правильно отвечал на вопросы, и ему команда доверила самый сложный вопрос. Мы считаем, что этот завод был построен в городе, который в то время развивался, наверное, наибольшими темпами среди других городов нашей республики. Это Воркута. Отлично. Это правильный ответ. Спасибо вам за него. Завод был построен недалеко от поселка Северный. И хочу сказать, что, опять же, достижения, какие были в те годы, вы не поверите, за 16 дней был построен 60-квартирный дом в городе Воркута. Он до сих пор там находится. И, конечно, очень хочется, чтобы последующие сто лет город Воркута не терял свой статус города и продолжал во многих моментах оставаться первым. Потому что кроме первого завода домостроения, в Воркуте была первая студия телевидения, первый дом пионеров, первый дом быта. Я уверена, что много чего еще было первого в нашей республике. Спасибо вам за участие. За 16 дней был построен 60-квартирный дом. А в год вот этот завод обеспечивал 30 тысяч квадратных метров жилья. Производственная мощность завода. И в некоторых городах нашей республики дома так и носили название серия воркутинских домов. Это те самые хрущевки. Для людей было счастье в то время переселиться в отдельную квартиру из общежитий, из бараков. Это был действительно прорывной момент на тот период. Спасибо вам большое за интересные вопросы. Пожелаем нашей команде успехов. Я желаю вам победы. А нашей республике желаю процветания. Елена Николаевна, спасибо большое. Будем дружить. Еще увидимся в этой студии. Обязательно. Спасибо. Ну что ж, уважаемые знатоки, уважаемая команда. Не зря такой сильный состав у вас. Я вас поздравляю, друзья. Какие ваши впечатления? Поделитесь. Спасибо большое. Ну какие впечатления? Ой, самые хорошие, да. Очень радостно, что мы такие умные. Очень радостно, что мы такие умные. По-моему, самая лучшая похвала, которую можно придумать. Поделитесь микрофоном со своими коллегами. Пускай они тоже, мы их услышим, услышим их эмоции. Анатолий Николаевна. Большое спасибо, очень приятно было с вами, Артем, пообщаться. Скажите, пожалуйста, кто автор этого замечательного проекта? Алло. Мне подсказывает режиссер Вуха. Автор этого проекта – вся республика. Очень приятно. Мощно. Потому что все в нем участвуют, все с большим удовольствием идут и принимают участие от создания вопроса до участия в командной игре и до ответа на этот вопрос. Спасибо большое за этот проект. Спасибо большое за возможность побороться с другими районами, городами республики Коми. Поздравляем еще раз всю республику с этим большим юбилеем. И желаю всей республике, всем ее жителям, процветания и развития. Спасибо. Спасибо большое. Есть еще? Анна Владимировна. Анна Владимировна. Всем спасибо. Хороший проект. Я с удовольствием смотрела его, с удовольствием хотела участие. Желаю таких же положительных эмоций. И, конечно, всех здоровья, счастья, любви и процветания. Будем наши республики. Любим, дорогой. Спасибо, Анна Владимировна. И самый молчаливый участник команды. Который, наверное, подсказывал все правильные ответы, пока мы вас не слышали. Было очень приятно общаться через телеканал «Юрганца» через республику. Спасибо. Спасибо большое. Итак, уважаемая команда города Сосногорска, прямо сейчас мы покажем общую таблицу, таблицу со всеми районами. Ваш балл 25. Можете посмотреть поближе, изучить эту таблицу, посмотреть, как отыграли предыдущие районы и города. Ну, а мы еще раз поздравляем вас, благодарим за эти эмоции, за эти ответы, за ваши знания накопленные, которые вы передавали нам, транслировали. Я надеюсь, вы будете передавать эти знания нашим дальнейшим поколениям, нашим детям, всем жителям республики Коми. Спасибо за вашу дружную, интеллектуальную команду. Спасибо, Сосногорск. Вы классные. Спасибо вам. Итак, уважаемые телезрители, это была очередная игра нового проекта телеканала «Юрганц», суперпознавательного проекта «Достояние республики». Мы посвятили его столетнему юбилею нашего родного Коми-края. Эстафету игры мы передаем от Сосногорского района команде из Троицко-Печорского района. Завтра, во вторник, в 8 часов вечера на телеканале «Юрганц». Следите за развитием игры, следите за своей командой, поддерживайте, пишите приятные комментарии и просто любите свою республику. С вами был Артемий Барсуков и проект «Достояние республики». Пока. Песня «Достояние республики» 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 Песня «Достояние республики»